Глава шестая. Резиденция в Сочи. Через день с репетиции меня вызвали в партком театра, где неизвестные люди подробно расспрашивали меня о моих родных, о жизни. Интересовались моими друзьями и попросили у меня на всякий случай их адреса и телефоны. То же самое я вынуждена была повторить и в ГПУ. Меня продолжали проверять. Перед окончанием сезона в театре Сталин позвонил и, не поздоровавшись, сообщил. Вам принесут билеты на скорый поезд. Иосиф Виссарионович, мне надо собраться, договориться о концертах. Сколько концертов хотите дать в Сочи, Сухуми и Тбилиси? Два или три, неуверенно ответила я. Считайте этот вопрос решенным. Успехов! Через час ко мне пришла сотрудница, занимающаяся организацией концертов. Я подписала контракт на шесть сольных концертов. Вечером Гузяев привез мне запечатанный конверт и сказал, «Приеду за 45 минут до отхода поезда. Возьмите с собой только самое необходимое». В конверте, кроме билетов, оказалась большая сумма денег. День прошел быстро. Пришел Норцов с букетом цветов. Увидев мои чемоданы, поинтересовался, куда я еду. «Верочка, дорогая, вы должны отдохнуть. Я приеду в Сочи на неделю и попробую вас там отыскать. Жаль, неизвестно, где вы остановитесь. Распрощались мы очень тепло». Я заняла двухместное купе в международном вагоне. Шофер внес элегантные чемоданы. «Товарищ Давыдово, эти чемоданы ваши. Я с врачом еду в соседнем купе. Не стесняйтесь, вызывайте в любое время. Я за это деньги получаю. В ресторане все оплачено. Заказывайте что угодно. Специально для вас есть икра, лососина и прекрасное мясо». Прежде всего, я заинтересовалась, как и каждая женщина, с содержанием чемоданов. Что в них? Льняные блузки, летние платья, плащ, юбка, туфли, американское белье, французские костюмы, духи, маникюрный набор. Действительно, все, о чем можно мечтать. И все было точно моего размера. Через день приехали в Сочи. Кузяев привез меня на очень красивую государственную дачу. «Этот дом полностью в вашем распоряжении». И добавил «На всякий случай оставляю вам свой телефон». Подошла высокая костлявая женщина лет пятидесяти. «Меня зовут Полина Сергеевна. Если вы не очень устали, покажу вам дом». На первом этаже располагались гостиная, столовая, кухня, концертный зал, ванная комната, бильярдная и бассейн. На втором этаже спальня, кабинет, вторая ванная комната и уборная. Горничная сказала «У нас нет меню. За день заказывайте все, что хотите. У нас есть сад с фонтанчиком, качалки, гамаки, кресла на колюсиках. Из сада лифтом спуститесь на пляж, который очень чист и хорошо оборудован. Концертный зал с прекрасной акустикой. Сегодня из Москвы привезли рояль. Большая библиотека, около 60 тысяч книг. Если вам будет нужен врач, только прикажите». Я поблагодарила Полину Сергеевну. «Чувствуйте себя как дома», – добавила она. «Ваши чемоданы уже наверху. Вещи выглажены и развешаны в шкафу в вашей комнате. Завтра в 7 к вам приедет массажистка, а в 8 – маникюрша». Все блестело на этой даче. Во всех комнатах стояли цветы. Я никогда не видела такой большой ванной. В спальне на сервировочном столике были приготовлены черешня, абрикосы, сливы, гранаты, соки и чудное вино. Я была в восторге. Мне казалось, что счастье ждет меня. Стоит отворить двери этого дома, и оно прилетит вместе с шумом листьев и ветром. Я долго бродила по пустынному пляжу, собирая ракушки и разноцветные камешки, обкатанные морем, солнцем и временем. Загорала и купалась. Вечер провела в концертном зале. Инструмент и акустика были бесподобны. Голос звучал полно. Было впечатление, что я пою в колонном зале. Пролистала пару книг. В полночь меня разбудил телефонный звонок. Голос Сталина. Вера Александровна. Хорошо отдыхаете. Не скучаете? Иосиф Виссарионович. Не скучаю. Тут великолепно. Покинула пыльную душную Москву и оказалась в раю. Это сказка из «Тысячи и одной ночи». Я рад. Скоро увидимся. Продолжение следует. Продолжение следует.